Здравствуйте, это Укрлайф ТВ, мы продолжаем наши эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гетман» и «Медицинский центр «Призма». Остальные связи Алексей Арестович, которого мы страшно рады видеть. Алексей, здравствуйте, спасибо большое. Взаимно, да. Добрый день. Алексей, ну никак, может быть и другой бы нашла повод, с чего начать нашу программу и тему, но не могу же обойти вниманием Пригожина, потому что Пригожин решил, наверное, всех шокировать за последнее время, обозвав военное руководство России околовоенными бюрократами с жирными животами, он мужественно заявил, что он покидает Бахмут 10-го числа, а 9-го, так и быть, он еще там останется, потому что это очень важный для российского народа день, и поэтому он героически будет стоять. Но все, что он сказал и мог сказать о неудачных действиях России в Украине, он сказал. Он сказал, что когда 14-16 марта СВО пошла не по плану, когда армия российская позорно бежала из-под Херсона, из-под Харькова и из других стран, то есть он в конце концов назвал вещи своими именами, конечно, приписав, что на самом деле главный герой это, конечно, Пригожица. Вот вам-то о чем-то говорит или нет? Что происходит? Я думаю, что он чувствует слабину, по крайней мере, если не высшего политического, то военного руководства. Знает, что Путин ими недоволен. Недавно публиковали, да, Институт изучения войны публиковал, что Путин 17 раз поменял командующих видами родов войск, СВО там, округами военных и так далее. Это же явный формальный признак фактически. Численные, исчислимые, резкого недовольства военным руководством. Мы знаем, что их ругать безопасно. У него там, по-моему, Мизинов, этот же Палач Мариуполя, пошел чуть ли не в замы Вагнера, генерал-полковник, на полковничью должности. Ну, то есть, такая история. Лишний раз показываю, кто такие российские военные. Как бы, да, в представлении Пригожина. Ну, и он все время поднимает градус, понимая, что это очень хорошая зона роста для него лично и для его группировки. Во России много недовольных, и он их абсорбирует на себя, создает общественное мнение под себя, спекулируя на вопросах, которые, как бы, остро. Остро социальные, особенно, вот, когда ты показываешь рукой на 50 трупов, как бы, да, и говоришь, вот это ж погибших. То это наглядно даже самому последнему бомжу в России. Просто понятно наглядно. Ну, широко шагает. Посмотрим. Интересная прозвучала от него фраза, что он ждет боевого распоряжения на выход из Бахмута. То есть, выглядит так, что низшее руководство требует какого-то приказа от лучшего руководства. Это интересно. Это, вот, говорит о ситуации в армии или не факт? Или Пригожин всегда был на каком-то особом положении? Это, скорее, такой реверанс в стиле. Мы тут, несмотря на всю ругань, мы, вот, сохраняем управляемость, мы в составе группировки, мы, вот, несем потери, но выполняем боевые задачи. В отличие от... Ему невыгодно заходить в анархический тренд, потому что Россия централизованная держава. Они очень любят вот такого рода слезу. Постановлю, что, типа, нам тяжело. Мы умираем. Мы ругаем начальство. Они в России очень любят, когда ругают начальство. Но при этом, что выполняем наш священный суровый долг. Отсюда 9 мая, отсюда боевое распоряжение. А без него мы ни шагу назад. Но мы требуем, мы требуем снаряды. Мы требуем, значит, чтобы армия не подзорилась. Верно нами управляла. Шойгу, Герасима. Где снаряды? Вот такая история. Алексей, сегодня я хотела с вами обсудить внешние факторы украинского наступления. Я понимаю, что Резников сказал, что перегрета эта вся тема. Но она самая горячая. Что ее перегревать для украинцев, все ясно и понятно. Но вот интересные разные отношения на Западе. Вот от аналитиков звучат одно, а от, скажем, главразведок звучит другое. Позвольте, начну с главразведки. Итак, сошлюсь на «Голос Америки», который цитирует главу американской разведки Гейнс. Она заявила несколько вещей. Вот мне интересно, как бы вы это прокомментировали. Насколько американская разведка точно понимает ситуацию. Гейнс заявила, что Россия, вероятно, не сможет провести значительную наступательную операцию в этом году из-за нехватки боеприпасов и живой силы. Независимо от того, будет ли украинское контрнаступление успешным или нет. Вот, если можно, тогда сразу ваш комментарий. Я согласен. Идем дальше. На самом деле, если Россия не начнет обязательную мобилизацию и не обеспечит существенные поставки боеприпасов третьими сторонами, кроме нынешних поставок из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции. Я согласен. Как-то вы быстро соглашаетесь со всеми. Она все очень правильно говорит. И вот еще один тезис, который меня порадовал. Впервые он прозвучал. По ее оценке, Путин, вероятно, уменьшил свои нынешние амбиции в Украине, чтобы считать победы и консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не войдет в НАТО. Впервые представители американской власти заговорили о том, что у Путина уже нет планов на захват всей Украины. Это интересно. Ну, ваш покордый слуга заявил это в июле еще. Я сказал, что в августе они перейдут к стратегической обороне, и они ее перешли. А то, что частные попытки наступления, это все в рамках обороны. Это не наступление с целью захвата Украины или каких-то более оснащительных территорий. Ой, я прошу прощения. Это значит правда, да. Да, захватит районы более удобные для обороны. Районы рубежи. И районы, которые политическое руководство поставило как задачу Донецкому и Луганскому области. Ну, все, и дальше пытаемся удерживать оккупирование. От Херсонской до Запорожской, Луганской, Донецкой. Но у них не получится. Не получится? Не получится. Значит, вот их ряд очень ярких сюрпризов в самое ближайшее время. Про сюрпризы говорить не будем. Но у нас есть сюрпризы от Блинкина, в частности, который сказал, это не дословная цитата, но сказал он следующее, что вот украинское контрнаступление, столько, сколько, как оно состоится, а после этого, как бы, собственно говоря, Украины будет возможность сесть за стол переговоров. Он сказал, сесть за стол переговоров. Это был очень важный момент. Ну, и вот из последней статьи Блумберга, это, мне кажется, тоже важно. Итак, Америка пытается найти свой вариант златовласки. Ей нужно, чтобы Украина показала себя достаточно хорошо, чтобы вести переговоры с позицией силы, но не настолько хорошо, чтобы она пришла к выводу, то есть Украина, что ей вообще не нужны переговоры. Одновременно Вашингтону нужно убедить Путина, что если война будет продолжаться дальше, он может потерять все свои достижения и, возможно, даже власть. Но он не хочет, он, то есть Вашингтон, чтобы Путин отчаялся и сорвался, или чтобы Китай пришел к выводу, что он должен усилить свою поддержку союзника, которому грозит разгромное поражение. Золотая середина существует, но найти ее может быть очень трудно. В черт возьми, а какое золотую середину продолжает активно говорить Запад? Это же не единственная статья Блумберга, мы уже с Вами бесконечные. Там и бесконечное количество каждый день по 18 статей проходит, про то, что как бы украинцы не наступили, или не смогут наступить, или еще чего-нибудь такое. Это все ужасно смешно. Значит, за всей этой историей стоит очень четкий признак, что Западу что-то нужно, Америке что-то нужно от России, и за вот нас для этого нужны, безусловно, переговоры. А переговоры нужны в сильной позиции, чтобы это что-то вытрыгивать. Я думаю, это что-то антикитайское. То есть вы считаете, что по-прежнему Америка может делать ставку на Россию? Да, там же очень четко все видно, они хотят сделать ставку. Что Блумберг пишет? Значит, или мы наклоним Кремль антикитайский, либо Китай наклонит Кремль антиамериканский. То есть поможет, кто поможет, а наклонение будет по принципу, ну давайте же вам поможем в этой тяжелой ситуации, когда украинцы вот-вот и вас разгромят. Если это так, понимание, если, то мы как бы в очень знакомом месте находимся. То есть европейская или западная макевиалистская абсолютно циничная политика, которая преследует прежде всего свои интересы. А клятвы, дружбы, заверения, там, в любви, помощи в Украине, это, конечно, хорошо, идут они соусом. Но за ним стоит более тонкая игра, чем они пытаются навязать нам, скажем так. Так, а что, мы этого не знаем, что ли? Во всех разведках НАТО наиболее умных, наиболее профессиональные сотрудники, наиболее вооруженные подразделения, вооруженные технические, имеют в виду оснащенные, опытные работают против ближайших союзников. Ну как, не против, а с целью знать их планы, скажем так, и упредить. Упредить, да, поэтому в британской разведке американский отдел, он самый профессиональный. Не российский, не китайский, не там, арабский, не арабский там, да, вот именно американский. Ну, об этом не принято говорить, ну, а что нам? Мы же неофициально лица, мы балбесы, мы можем говорить все, что хотим. Ну, судя по риторике этой западной, похоже, что они считают, что мы должны сыграть свою часть игры, а они другую, более тонкую, в их интересах уже. И это красная нить проходит через всю их аналитику, через всю их риторику, и это стало общим местом уже. Тут главный вопрос не в них, а главный вопрос в нас, насколько мы позволим себе быть наивными в этой ситуации. Потому что мы же по-прежнему бежим к границам 91-го года, всех громим, всех побеждаем и так далее, и это правильно, кстати. Но надо понимать, что с нами и работа, как это, нам навязывают более тонкую игру, чем формально это звучит. Поэтому надо учитывать, чтобы потом не было большого разочарования, если вдруг так случится. Алексей, давайте, вот все-таки интересная тема здесь геополитики, да, немножко поднимемся от того, что может происходить, и вернемся к наступлению чуть позже, но немножко давайте о геополитике. Вот вы же тоже чувствуете очень хорошо, и я знаю, что вы бываете на разных семинарах за границей, у вас есть тоже, вы общаетесь с разными экспертами, понимаете, чувствуете, да. Вот если сравнивать с вашей точки зрения позицию Запада, когда начиналась война, и позицию Запада сегодня, изменилась ли она каким-то радикальным образом по отношению к России? Потому что если раньше все время нас рассматривали сквозь призму России, интересы в России, неинтересы в России, то изменилась ли ситуация сейчас? Потому что из того, что вы сейчас только сказали, то выглядит, что ситуация по большому счету не изменилась. И Америка снова себе думает о том, как бы там получить Россию, ну если не в партнеры, не в союзники, то как бы просто оттянуть ее от Китая. Но это же такая старая игра, как мир. Мы ее с вами обсуждали, извините, 10 лет назад. Так они ее и продолжают играть. Просто они поняли, что с Россией можно говорить с позиции силы, а не с позиции партнерства. Очень жестко и брутально ставить стоило, заставляя там принимать решения, в том числе с помощью нас. Но принципиально игра не изменилась, это же западная школа геополитики, они на ней стояли и стоят. Вот они не собираются ничего менять. Другое дело, что они ордер вручили Путину за военные преступления. То есть там разговор короткий уже с текущим российским руководством. А на Россию у них большие планы. Они были, есть и будут. Они понимают Россию как органическую часть своей политики. Если не Запада, то своей политики. Всегда она такой была. И они хотят, чтобы она продолжила такой быть. Это сюрприз для нас, которые тут спят и видят и носятся с флагами, что мы сейчас развалим Россию и заживем. Никто ее разваливать не забирается. Очень интересная позиция Китая. Как вы ее оцениваете? Насколько Китай здесь сейчас игрок? Потому что если проанализировать шаги Китая, то тут интересная штука получается. Недавно мы все обсуждали, что Китай проголосовал за резолюцию Ассамблеи ООН и признал Россию агрессором. И вот буквально сейчас официальное представительство Китая в ООН заявило. Ну мы вообще-то не считаем Россию агрессором. Мы просто проголосовали, потому что там был такой абзац. И это напоминает старую песенку. Шаг вперед и два назад. Вот очень интересно, что это за игра Китая. Как вы ее оцениваете? Позиция все то же самое. Все сейчас делят шкуру неубитого медведя. Добиваемого медведя. А вот добиваемый медведь это кто? Россия? Россия, да. Американцы одним способом хотят использовать китайцы, другим способом хотят использовать. Но все в своих интересах. А главная мировая игра, это игра между Китаем и Соединенным Штатом. Ну или коллективным западом, скажем так. А как она вам видится? Россия здесь рычаг. Они не могут решить, что им делать. Помните встречу год назад на Бали Байдена и Си Цзиньпиня? Конечно. Тогда было три варианта. Мы с вами их обсуждали. Первый, новая холодная война. Второе, какой-то мир они заключают. И третье, продолжающее состояние неопределенности. Ну, сейчас между первым и третьим вариантом. То есть, не читать неопределенности с такими. Веет прохладой и холодной войной. Они противостоят идеологически. Китай особенную ставку делает на идеологическую. При этом они теснейшим образом связаны экономически. Гораздо сильнее, чем Запад и СССР были связаны. Что делать специфично этой войне? Ну, вот сегодня было заявление, что кого-то, какого-то американского военного чина, что если будет война между Китаем и Тайванем, мировая экономика просядет на триллионы из-за полупроводников, которые делаются только на Тайване. Но надо сказать, что строится такой завод в Японии и такой завод в США сейчас строится. Они страхуют риски. Ну, китайцы, понятно, не собираются воевать с Западом военным путем никаким образом. Потому что не потянут. Они это прекрасно понимают. Все эти 300 кораблей или 500, все эти громогласные заявления, это ни о чем. На 85% они зависят от экспорта на Запад. Война, как мы понимаем, прекращение экспорта, пиши, пропала для Китая. Сразу ситуация. Америка, например, 85% имеет внутреннюю торговлю. Поэтому отсутствие импорта из Китая. Ну, и ладно. Купим в Европе или купим в той же Америке. Китай в более уязвимой позиции. Намного более, чем в Запад. И с этой позиции воевать. Но надо понимать, что такое Соединенные Штаты и вообще Запад. Если у них нет войны с коммунистами, они не знают, чем заниматься. Обязательно должна быть война с коммунистами. Они по-другому жить не умеют. Поэтому, когда закончились советские коммунисты, у них о радость появились китайские коммунисты. Потому что если не было бы китайских коммунистов, я не знаю, где бы они искали коммунистов, ну, может быть, и на Марсе. Не затем ли Маск туда летит, или вот тут. Так вот, собирается. Так вот, у них теперь есть опять радостная борьба с коммунистами. И американцы делятся примерно на три большие группы. Две большие, одна мелкая. Вот с теми, с которыми я общаюсь. Одни говорят так. Боже, какой ужасный, страшный, могущественный, коларный. Китай. Это черная лилия. Они проникли во все эти самые. Там все знают. Все искусственный интеллект, все контролируют. Все вообще знают. Цвета святых знают. Наволочку цвет наволочки с изнанки, на которой Байден спит. И все его планы. И нам нужно собраться. Изо всех сил. Бросить все. Модернизироваться. Собраться. Мобилизироваться. И начать неравную борьбу с Китаем. Которая неизвестно, чем закончится. Ну, такая фильмы про Джеймса Бонда. Когда мир висит на кончиках ногтей. И только-только последним усилием белого человека он спасается. Это одни. Вторые говорят, что госдепу скорее тяготят к этому. Дипстейт такой, военные спецслужбисты. Говорят, сколько того Китая. Нет, ну, воевать. Конечно, укорачивать надо. Воевать надо. Ставить на место надо. Но всерьез. У нас совсем другие проблемы. А проблемы наши леваки. Наши белые. Это их главные враги. Третье. Это вот Марс. Я Марс говорю. Маск. Они говорят, и те, и те, идиоты. Давайте что-нибудь новое совершенно. Какие-то новый корпус идеи. Типа вот в космос. Еще куда-то там. И так далее. Не хотим в этой геополитике больше ничего с ней иметь. В общем. Поэтому. Они на этой почве дружат немного с изоляционистами. Что хорошо видно под фитером Маска. Которые говорят, да это вообще не наше дело. Давайте этим заниматься. Давайте делом заниматься. Общаться с дельфинами и лететь на Маск. Что-нибудь такое. Вот это вот три группы американцев. У них идет своя гражданская война. Такая очень идеологическая, но очень сильная выраженная. В частности, американские консерваторы правые говорят, что из этой вашей Украины сделали ударный отряд белым отцев, леваков наших. Поэтому мы на вас смотрим с прищем. А когда я им говорю, у нас самая религиозная страна, больше всего религиозных организаций в мире, по-моему, на душу населения и так далее. Они говорят, это вы так формально. Посмотрите, как голосует ваша Верховная Рада. Стамбульская декларация, однополое партнерство и всякое такое. Не-не-не, нам не про это. Они же фанатично-религиозные, протестанты. Они все в церквях решаются. И они с очень большим прищером и негативом смотрят на эти проблемы. Поэтому я не такие большие изоляционисты. Шел бы в Китае по стоку-поскоку. Их интересуют противостояния левому движению. В свете выборов и так далее. Поэтому как-то так. Вот такой спектр у американцев. Но общая тенденция, общегосударственная, которую они проводят, это страшная война с Китаем. Я имею в виду холодная. Китай прописан как враг в программных документах Соединенных Штатов НАТО. И они с ним борются активно. А Россия, как сказал Миле недавно, в мире осталось три суперсилы. Россия, Китай и США. Он же позавчера высказывался очень плотно. То есть он назвал Россию суперсилой? Я не слышала. Да, он назвал по территории, ресурсам, которые можно мобилизовать по ядерному оружию. И понятно, наша задача ни в коем случае не допустить Союза Китая и России. Читайте, нужно обеспечить противостояние России и Китая. А значит нужно частично перетянуть ее на западную сторону. Поэтому они, используя текущие обстоятельства войны Украины с Россией, и дурость, которую продляет российское руководство и неумелость, хотят навязать уже антикитайскую позицию России в той или иной, или нейтралитет силой. И для этого используют в том числе силы обороны Украины, которые должны сейчас навешать товарищам в ходе контрнаступления московским, но вдруг случайно не победить совсем. Потому что, когда будет совсем большая победа, они боятся, что это однозначно толкнет в сторону Китая, а Китай это толкнет однозначно на оказание военной помощи России. Вот их сценарий. Он прост, прозрачен, ясен и не очень совпадает с ожиданиями тех у нас, кто радостно прыгает и кричит, что вот, блин, Америка с нами, сейчас 91-й год и так далее. Но оно немножко не так. Алексей, ну вот вы сейчас интересно описали сценарий, как видят китайцы. Американцы. Да, американцы, да, это интересно. Но что удивительно, они не видят сценария, что когда ослабленная Россия, часть ее просто попадает под влияние Китая, а часть попадает под влияние Запада. Что их беспокоит в этом? Почему не рассматривается такой сценарий? Они не хотят. Это же было неоднозначно усиление Китая и очень проблематичное усиление Запада. Будет оно или нет и так далее. Им там сколько? Ну, плюс еще 80 миллионов русских, которые будут делиться с непонятными перспективами гражданской войны в России. И там разбегание холодного оружия, попадание Ираном, Ирану ядерного оружия и Китаю технологии или еще чего-нибудь такое. Им это очень не нравится. Они хотели бы сохранить цельную Россию, которая будет антикитайски направлена либо в крипто-антикитайский, либо открытый антикитайский. Это и главная мечта и цель их политики. И они этим занимаются. Подставить ее в тотальную зависимость и развернуть путь в Китай. Китай это прекрасно понимает, поэтому он поддерживает Россию, но политически не на уровне, когда снарядами, там, патронными самолетами, солдатами, полушубками. Потому что они понимают, что это бесперспективно. И вызовет немедленное, что такое сближение Китая, вызовет немедленные антикитайские санкции, антикитайскую политику. И если отстраниться, сделать так назад, мы с вами видим, что пространство решения очень-очень узкое, в котором действует Запад. Отсюда... Но они сами идеи сузили, правда? Конечно, безусловно. Отсюда каждый переданный БТР – это предмет очень горячего обсуждения мировых новостных агентств, чего в норме не должно было быть вообще. Понимаете, да? То есть это же характернейшая примета, что ситуация не вполне нормальная. Ну, какая есть. Мы вот еще обязательно вернемся к поставкам оружия. Но помните, мы с вами вот не раз говорили о том, что идет формирование такого многополярного мира. Поправьте меня, если это не так, но в последнее время у меня сложилось ощущение, что очень даже и никакого многополярного мира сейчас и не формируется. Вот если просто посмотреть на действия Китая, его попытку распространить свои щупальцы и вокруг себя собрать какие-то страны или страны глобального юга, мы это видим. С одной стороны, мы видим, как действуют американцы. Причем иногда они сталкиваются на совсем очень таких тесных пространствах, в частности, на постсоветском пространстве. Интересно в этом смысле история там и со странами Центральной Азии для Китая, и со странами Южного Кавказа для Америки. Да, мы видим, какая здесь идет игра. То есть создается такое впечатление, что идет формирование просто нового, нового биполярного мира. А если нового биполярного мира, то тогда это другая история. Это тогда, когда снова маленькие страны не могут влиять на многие процессы. Это когда все следуют фарватере таких крупных стран. Не знаю, означает ли это то, что сейчас происходит, такой отход от вот этого долгого разговора о многополярном мире или не факт? Многополярный мир – это фишка чисто кремлевская. Никакого многополярного мира ни американцам, ни китайцам нафиг не надо. Но не надо им по-разному. Китайцы хотят биполярный мир. Они полностью все дело ведут к двуполярному миру, чтобы у них было Китай и США, и они между обо всем договаривались между собой. Это да, это их цель. Они ее прямо прозгласили. Когда была самаркандская конференция, помните? Шосс. Конечно. Путин сказал, что долго рассказывал про многополярный мир, а Ситин Пин сказал, какой, простите, многополярный мир. Биполярный, все просто, понятно. А вы это подвиньтесь. Мы с вами тоже говорили на эту тему. С тех пор ничего не поменялось. Многополярный мир нужен Путину, потому что он будет пытаться играть на слабостях и зависимостях и устанавливать персональные отношения с разными странами. Это их вечная политика. А Россия, понятно, даже такая ослабленная, как при Путине ныне, в результате его грандиозной по удачности политики, она все равно сильнее любой страны отдельно вместе взятой, кроме Китая и Соединенных Штатов. Ну и Индии. Но по всем остальным она может говорить как старший партнер, общаясь с ними. Им, конечно, это крайне выгодно, многополярный мир, потому что они через систему частных союзов будут поднимать свою значимость, получать преференции, решать свои задачи, интересы, развиваться и так далее. Что касается... То есть между Китаем и Россией в этом смысле существует противоречие. Американцы вообще не интересуют полярность мира. Они мыслят иначе. Их интересует, чтобы в мире все играли, на этой большой детской площадке, все играли по американским правилам. Правила, которые они устанавливают, которые они контролируют и меняют в случае необходимости. А кто там сильнее, кто слабее, мало-мало колышет на самом деле. Потому что если ты очень сильно, но играешь по американским правилам, значит на самом деле правят американцы, управляют американцы. И вот это ровно происходит. Поэтому они не мыслят в категориях полюсов. Это все они прошли во время Холодной войны и с Советским Союзом не собираются повторять. Они хотят, чтобы правила мировые были. И именно это атакуют китайцы в своей риторике, если внимательно посмотреть. Но пока у американцев контроль всех морей, 12 авианосных ударных групп, 160 авиабаз по всему миру, насколько я помню. А всего тысячи точек, где находятся. Тысячи, где находятся американские военные. Мировая торговля на 70% морская торговля. Они пока это все контролируют. То доллар – главная резервная валюта. Общее правило – это вашингтонский консенсус. И основные правила, которые держат этот мир, они написаны американцами. Американцами плюс советами. И некоторыми другими странами. Но в основном американцами играют в пользу американцев. И западная система мироустройства. Ну и все. В этих правилах Китай может становиться, в системе этих правил, сколько угодно сильным. Китай не претендует на пересмотр. Пока. Не активно претендует на пересмотр правил. Он претендует на увеличение влияния. На мягкость силы. Но играет он как зайчик пока по общим правилам. По той простой причине, что других нет и не предвидится. И они не могут никаких предложить. В этом смысле китайцы. Они же не глобальные. Почему серьезные американцы не боятся Китая? Почему я, Китай, скептик? Ну, не Китай, скептик, а скептик в отношении глобальной китайской угрозы. Потому что у них нет глобального предложения для мира. У китайцев. Они очень узкие хайнские националисты. Именно так это понимают. Большое влияние есть, а глобальных планов нет. Это у Советов были. Они говорили, все, сейчас построим Советский Союз всех мировых республик и заживем. У них была антология, смена правил и так далее. У китайцев есть антологии, но нет предложений для мира, которые мир воспримет. Поэтому не могут становиться еще в пять раз сильнее, что проблематично. Но миром править они не будут. И на Западе это прекрасно знают. Поэтому Запад сосредоточен на удержании правил. Американцы спокойно уходят с Ближнего Востока. И примирение первичное с Саудовской Аравией. И Ирана, которое полностью, пиар, на самом деле, произошло при посредничестве Ирака и Амана. Мы тоже говорили. Но пиар отдали китайцам. Это такой знак саудовской элиты, что они не принимают американскую политику ухода с Дальнего Востока. Вообще неопределенности. Но американцам, честно говоря, плевать. Нафига американским солдатам торчать в Сирии, Катаре, Амане и всех остальных местах, если тратить на это деньги, если все равно Катар, Сирия и Аман играют по американским правилам, по большому счету. Но зачем машине находиться на дороге, если правила дорожного движения, по которым движутся все машины, устанавливаешь ты? Можно не гонять отдельные машины. Главное держать правила. Вот у них сейчас такая политика. Поэтому все три страны, Российская Федерация, Китай и Америка, преследуют разные цели в этой игре. Пытаются навязать игру противнику. Игра понятная. Игра простая. Игра очень узкое пространство решений. Что и кстати является признаком очень плохой стратегии. Потому что хорошая стратегия это та, которая расширяет пространство решений. То есть в принципе мир управляется политиками невысокого класса сегодня, скажем так. Мягко говоря. Мягко говоря. Поэтому в целом все очень... Я очень скептичен по отношению к тому, какая политика в принципе в мире проводится. Если кого-то мое мнение интересует, то я ироничный скептик, глядя на все эти потуги. Ну, с другой стороны, не я ее определяю. Я ее только комментирую. А давайте мы вот... Я просто внимательно за вами записывала. У меня сразу родилось несколько таких эмоций, я бы даже сказала. Вот вы сказали, США все контролирует. Тогда давайте, если можно, ответим на несколько следующих вопросов. Тогда почему США боится? Боится принять какое-то серьезное решение? Боится расширить свое видение? Расширить угол понимания ситуации? Почему США боится поставить какую-то точку в отношениях с Россией? Ну, точку это не значит разрушить Россию. А просто дать Украине столько оружия, чтобы было понятно, куда мы движемся. Потому что, мы же говорили, потому что это толкнет проигрыш России такой радикальный. Когда мы их в одну калитку выносим, толкнет их в объятия Китая немедленно. Это означает резкое усиление, создание американской коалиции. Последствия хуже, чем для американцев, чем если мы обломаем Россию, но с позиции силы, но не разгромим тотально. Почему не попытаться договориться с Китаем, США напрямую? Они пробовали, у них не получается. Раз, а во-вторых, китайцы говорят, помните, визит вообще по Блинкина в Китай намечался? Конечно. А прошлые визиты госсекретарей американских в Китай приводили к созданию антисоветской коалиции. И резкому взрывному росту Китая. Они один раз это уже пробовали. Не хотят, они не верят больше в это все. Поэтому, ну и китайцы не верят. Все это уже было. 75-й год, Киссанжер договорился с Китаем против Советского Союза, Советский Союз начинает стремительно проседать. А Китай начинает резко подниматься, просто резкая модернизация. А сейчас не получается. Китайцы, растить Китая дальше некуда. Что американцы там им еще предложат, но они рынки предложат технологии передавать, даже уже не самоубийцы что ли. Американцы не имеют серьезное предложение для Китая. Поэтому, а Россия по-прежнему, это гиричка, которая не чета Китаю и Соединенным Штатам, но вот в сочетании с Соединенными Штатами, с одной стороны, либо с Китаем, с другой стороны, способна начать колебать весы. За нее идет борьба. Это очень просто. Алексей, вот у меня складывается в последнее время ощущение, что война, которая идет сейчас в Украине, вот все, что происходит на поле боя, вот это как бы по центру, и на него, ну, как маленький такой шалашик, да? А на него наслаиваются и наслаиваются какие-то неподъемные интересы все больших и больших стран, с каждым месяцем все больше и больше. Так и есть. Британцы свою игру играют. Многие, кто играют, Евросоюз свою игру играет. Ну, и все это висит на плечах украинского пехотинца, который там под Бахмутом, да, в нечеловеческих условиях, да, держит поле боя. Ну, да, так всегда бывает. Как бы солдат, пирамида перевернута, солдат внизу, и вся эта пирамида на его плечах и на его крови. Ну, а у него еще 30 тысяч забирают, как обычно. Ну, у того, кто в Бахмуте не забирают, но есть же нагрузка на тех, кто во второй линии, ничего не сильно меньше. В общем, это больная история. Так вот, у меня всегда вопрос, а вы не хотите скинуться этому пехотинцу? Все, кто навешивает свои геополитические интересы на него, и так далее. Ну, вот то, что они скидываются, да, это же... Ну, надо понять, что американцы даже половины процента, наверное, своего ВВП не потратили на помощь Украине за этот год. А какие заявления, Алексей, какие заявления? Мы постоянно слышим, что 98% всего, чего просило украинское военное руководство после нашего моделирования ситуации. Я сейчас цитирую главу войск НАТО в Европе, да? Ну, вы знаете лучше меня это, да? Он, кстати, блестяще говорит на русском языке, знаете, да? Нет, что на русском не знаю. Он специалист по России, хорошо знает русский язык. В общем, такой. Есть нюанс. Ну, они не договаривают. 98% того, что просили по земле, а по воздуху. Вот я недавно говорил, пока нас никто не слышит, останется между нами, с очень серьезными представителями, давайте деликатно скажем, коллективного ЗАПа. По иронии, их визитки у меня лежат в кармане, я сейчас нащупал, они мне мешали, как раз их это... Но не суть важна. Да, я не думал о них вспоминать. И я им сказал очень важную вещь. Говорю, ребята, вот вы нам рисуете там новую архитектуру безопасности в Европе. Потому что их позиция, что Россия с Украиной не договорятся. Слишком сильная взаимная ненависть, неприятие и так далее. Но Россия может договориться и тихонечко уйти с Украины, там без особой, выплатить репарации и прочее остальное. Примириться, какой-то переходный период обеспечить там по Крыму, еще что-нибудь такое. Ну, в общем, какие-то компромиссные решения. Если ей предложить цену за эту новую безопасность в Европе. Не примирение с конфликте с Россией, да еще с позиции, с Украиной, да еще с проигрышей страны. А новую архитектуру безопасности в Европе в целом. Без России или с Россией? С Россией. Новая договоренность, да, там система противовесок, сдержек, чтобы ничего не было. А нам говорят, а вы украинцы, я говорю, а нам что? А вы будете, значит, получите такие гарантии безопасности, такие перегарантии безопасности, такие гарантии безопасности, перегарантия. сказал, ребят, это ваш замечательный план провалится. Говорит, как? Я говорю, очень просто. Во-первых, мы видели уже гарантию безопасности. Будапештский меморандум. Сегодня Клинтон сказал, что он уже в 2011 году понял, что Путин не собирается выполнять Будапештский меморандум. Он цитирует Путин, он говорит, он еле-то Ельцин подписал, а меня это не касается. Я понял, что война неизбежна. А теперь вопрос. Если они поняли, что война неизбежна в 2011 году, хотя бы часть из них, что они делали? До 2014. Хорошо. Дальше. Тот же Клинтон назвал ошибкой, кстати, то, что он настоял о передаче «Елены вооружения». Значит, во-вторых, говорю, вы понимаете, вы придете со своими гарантиями безопасности к нам. А народ вам скажет, а когда мы умоляли вас сдать 10 F-16? Вы нам их не дали? В момент, когда мы наиболее в них нуждались, когда шла горячая фаза войны, вы думаете, мы поверим вашей гарантии безопасности, когда наступит мирное время, вы нам не дали во время войны, когда мы кровь изношу нуждались в этом все. Не дали набойные ракеты, не эти самые... Жизнями платили. Это контрнаступление, это жизни нашей пехоты, это жизни наших мирных граждан и так далее. А мы поверим, что вы нам будете давать в дни мира, предоставлять гарантии безопасности какие-то там и прочее, прочее. Если вы не передадите это вооружение, сколько можно быть? Вся раз 50-миллионная страна, которая борется за выживание и спасает Европу, как бы и балансирует весы вот эти вот Китай, Россия, этот сам в ваших же интересах не может быть в позиции, когда она отдала ядерное оружие, третий в мире ядерный потенциал и клянчит, блин, десяток самолетов и дальнобойные ракеты. Вот и все. Говорят, а полная асимметрия, никто в Украине вам не поверит всерьез. Нет, какие-то там прикормлены ваши грантовые голоса, они будут на эту тему что-то много там выступать, говорю, ну, ребята, мы вам не верим и не поверим. Я вам не верю, я им прямо сказал. Я очень хорошо к вам отношусь. Я считаю, что Украина часть коллективного Запада, безусловно, да, это наша там родина и прочее, прочее, мы европейский народ, но я не верю нынешним западным, не западу, а нынешним западным политикам с их класса игры. Но, Люда, представьте себе, что, не дай бог, у вас горит дом, и вы просите у меня ведро воды. Большое. Не 10-литровое, а 12-литровое, дальнобойное. А я говорю, Люда, нет, нет, держи вот брызгалку и держи огнетушитель, баночку, да, баночку, да, с этой самой, трехлитровой водички. Говорят, а 12-литровое ведро? Я говорю, не-не-не, ну что, это эскалация, это может привести к непредсказуемым последствиям. Но, Людмила, когда прекратит гореть квартира, и вы сделаете снова ремонт, я дам вам гарантию, что обязательно дам, при следующем пожаре обязательно дам это ведро. Что вы мне скажете? Ну, ответ понял. Я говорю, Леша, иди туда, куда русские корабли. И я им это популярно объясняю. Говорю, ребята, хороший мирный план, мне очень нравится, я в восторге. Только, говорю, вам никто не поверит с этими гарантиями. Вот это все. А что делать, они говорят, я говорю, подумайте. Выход там же, где и вход. Дальнобойная ракета авиация. И более того, говорю, это даже еще полбеды. Вы можете их сейчас сдать. А потом же через какие-то 5-7 лет их надо будет модернизировать, перевооружать и так далее. Говорю, а где гарантии, что вы этим будете заниматься? Мы же сами не сможем модернизировать F-16, правильно? В общем, говорю, вопросов больше, чем ответов. А поверьте мне, после трехсторонней контактной группы и после нормандского формата, ну как-то не верится. Вот не верится во все это. И после выклянчивания этих несчастных F-16, которых в мире 2700 штук, снарядов этих выклянчивания, там и прочее, прочее. И хаммеры не можем получить в достаточном количестве. Поэтому, говорю, которых у вас на 250 тысяч стоит без дела. Ну, говорю, это просто несерьезно. Народ серно мудр. Мудрополитики, да, могут попытаться сыграть в гарантии. Более того, офис, например, и президент, они очень большое внимание этому уделяют, но они прекрасно понимают то, о чем я говорю. И они реальные гарантии, ищут способы обеспечить реальные гарантии. Но народу не поверят вам до конца. В эти гарантии не поверят. Никто в Украине не поверят в эти гарантии. В этой новой вашей структуре безопасности. По одной простой причине. Когда мы кровь лили и просили, вы не давали. Вот и все. Какие нахрен гарантии в мире, если вы нам во время войны не помогли? Ну, так, как мы просили. Так что эти 98% — это в определенном смысле. Не то, что лукавство. Не совсем договаривают. Понимаете? По земле, да, по воздуху — нет. По воздуху и близко нет. Заместитель министра международной... Господи, боже мой. Подскажите, пожалуйста. Рябков, да, заместитель министра иностранных дел России, недавно заявил, что Россия находится на грани войны Соединёнными Штатами Америки, цитата дословная, находится на грани открытого вооружённого конфликта с США. И тут есть одна интересная фразка такая. Но Москва работает над тем, чтобы это не случилось. Это распасовка в сторону Вашингтона или что? Война Соединённых Штатов с Российской Федерацией продлится 45 минут и закончится прекращением существования Российской Федерации в виде организованного государства. Поэтому все эти разговоры страшные. Это ни о чём. Сразу в корзину можно выбрасывать. А работать, чтобы не произошло, конечно, они же не хотят прекратить существование. Поэтому они за всех сил работают. А эта риторика, она для бедных. В Омске вот сидит дядя, этот как этот в «Наша Раша», помните, был такой? Да, да. Который с телевизором общался, разговаривал. Вот на них эта вся риторика рассчитана. Вообще, Латынина дала мне ключ. Она сказала, когда ты что-то не понимаешь в российских заявлениях или действиях, помни всегда, что они направлены на внутренний рынок. И я когда начал объяснять, а я привык же смотреть, я же такой товарищ, больше международную историю ориентированный. Я когда начал на это смотреть, мне сразу всё стало понятно. Это очень хороший ключ. Это всё внутренняя риторика, рассчитанная на вот этих всех. Алексей. Вот давайте попробуем нарисовать несколько сценариев, если позволите. Ну, возьмём лёгкое решение. Украинское контрнаступление очень успешно. Что успешно, пока непонятно. Как его замерить, неясно. Может быть, вы скажете. Это первый сценарий. Второй сценарий. Украинское наступление такое, как оно есть. Вот такое, как оно есть. Какое, тоже не знаю. Давайте так. Средняя успешность и совсем неуспешность. Ну да, вот как-то три варианта. Классическое планирование. Прорывной сценарий, пессимистический, реалистический. Мне вот интересно, да? Да, да, да. Ну, совсем успешно. Это мы сразу обрушиваем фронт от Херсона до Мариуполя почти. Ну, или почти до Бердянска, например. И Южного фронта нет. Наши войска на границе с Крымом начинают сносить Крымский мост и полировать все российские центры принятия решений, штабы, базы, аэродромы и склады в Крыму. После чего в Крыму становится очень горячо. Народ начинает разбегаться. Сбегать невозможно, потому что Крымский мост разрушен. Пытаются сесть на корабли. Корабли военные. Мы тоже топим. Потому что мы оттуда достаем. И, в общем, это ад и Израиль, апокалипсисы полные и так далее. И резкий, резкий внутриполитический кризис в России. Тяжелый. Потому что Крым за жемчужиной в короне Путина. Это явное поражение, которое ничем не объяснит. Никакими там оставлениями Херсона, тяжелыми решениями и так далее. Наглядная картинка паники, вызывающая картинку 41-го года, 20-го года, бегства из Крыма и так далее. Ужасы и кошмар. И вплотную становится вопрос о применении тактического ядерного оружия. Со стороны России. Со стороны России. Которая ничего не дает, потому что она не носит оборонительный характер. Исключительно наступательный. Невозможно обороняться тактическим ядерным оружием. Применением военного нет. Может быть только устрашение. После чего американцы четко объяснили, что будет с любителями применять тактическое ядерное оружие. Устами Ходжеса, который сказал, мы вынесем нахрен всю группировку, включая Черноморский флот, вообще никого не останется. Все. Не заставляйте нас идти на такие решения. Вот Бэлла хочется слушать все больше и больше. Да, китайцы сказали на это, что мы тоже не хотим никакого ядерного оружия. И здесь, заметьте, почва американцев и китайцев совпадает полностью, потому что это брутальное нарушение правил игры. И вот его точно не простят. Если ключом всей американской политики является сохранение правил игры, то это брутальнейшее нарушение правил игры. И китайцы оно тоже не устраивает. Они не хотят играть по правилам тактического ядерного оружия. Любая попытка встряхнуть этот дом, пересдать карты со стороны Путина, ну, я думаю, что охранники Путина станут миллионерами, а мы будем долго наблюдать Лебединое озеро по телевизору. Денек целый, два-три, пока они выберут нового папу. Мы же готовы неделю иметь. Над Кремлем поднимется черный дым. Так вот. Или белый. Это один вариант. Второй вариант, значит, полууспешный. Нет, можно маленькое сразу уточнение по первому варианту. Если у нас для этого гипотетические возможности, при отсутствии авиации, при отсутствии дальнобойных снарядов и многое-многого другого. Есть. Мы можем дойти до границы Крыма. Можем. И думаю, что дойдем. Вот. Средний сценарий такой. Значит, мы там где-то шутали, понаступали, конечно, но они нанесли там пару удачных контрударов. Мы где-то натупили потери, понесли. Догребли до границы Крыма, но с потерей потенциала, который не позволяет дойти в Крым. Не позволяет. Либо, например, мы взяли Мелитополь, а дальше пройти не смогли. Они там тут держат группировочку по наприкрытой авиации с Крыма, там, с Ростовской области, с Таманского полуострова. И мы там, значит, завязли в боях, дальше не идем, но Мелитополь взяли. Это существенное придвижение. Там Мелитополь, Токмак, кто-то в Бардианскую продвинулись. Они удерживают узкую полосу вдоль моря, которую мы же прострелили нафиг артиллерии. Снабжение очень осложнено. И эта ситуация будет очень шаткой. Долго продержаться она не может. И рано или поздно обрушится. Это будет либо наше второе контрнаступление повторное, либо их попытка контрнаступать, но им нечем. Сейчас смотрим начало передачи, да, их заявление. Это будет шаткая ситуация. Долго она не продлится. Будет волна разочарования, но потом Запад никуда не денется. И все равно нам поможет. По той простой причине, что она не может существовать, эта ситуация сама по себе. Ее надо будет к чему-то приводить. То есть это все еще в целях западной политики обрушить ее до границы Крыма как минимум. И третья ситуация. Мы вообще натупили страшно. Они откуда ни возьмись взяли ресурсы, проявили страшные полководческие способности. Мы все резко поглупели. Даже те, кто делал Харьковскую операцию, Херсоновскую, Киевскую и так далее. Никуда не наступили. Продвинулись на 15 километров, получили люлей. И стоим плачем, они хихикают. Такого не будет, говорю сразу. Можем мы ожидать, что в России есть еще какие-то в запасе силы? Вот Буданов же недавно говорил, что 120 тысяч резервов они еще не ввели. Это будет неделю назад. У них есть 120, по некоторым данным даже 150. Так это на такой фронт. Это вообще ничего. Кроме того, надо же понимать, что это такой резерв. Там процентов 50 минимума. Это стрелковые полки. Трехлинеечка. Или автомат 47-го года, сапоги 41-го, сидр 43-го. И вот эта боеспособность их никакущая. Когда на них поедут абрамсы и леопарды, может я себе представил, что с ними будет. Поэтому как бы это смазка для штыка. Это не серьезно. Ну хотя да, где-то там они 120-150, они имеют еще. 370 на нашей территории, но 1300 километров в фронт умина. Ну а еще же надо вторая линия обороны. Это не серьезно. Не хватит никаких сил. И 40 из них процентов минимум. Давайте даже пессимистически 40. Это вот такие стрелковые полки. Ни бронетехники, ничего. Ни тяжелого вооружения. Только на этих самых. На автобусах ездят и на грузовичках. Очень похоже на наш 14-й год. Ну и шо? А у нас же пойдут вперед полностью сформированные механизированные танковые подразделения. Десантные. Ну знаете, это очень большая разница. Алексей, ну вот знаете, это же вся классика войны, что там тот, кто насыпает, должен иметь там в три раза больше. Это неправда. Вот. Война не такая и давно не такая. Это для троечников-полководцев, когда вот в полигонных условиях. А на самом деле, как бы если наступающим принадлежит инициатива, если он верно и используется, найдет слабые места, то обороняющийся может быть горюшка, а потери могут быть один в десяти не в пользу обороняющегося. Слушайте, о системе обороны, которую построила Россия, я уже столько начитала из заповедности сахмазной информацией, что у меня уже просто смешались в голове... Это страшная трелигия, которую видно из космоса. Ну да, да. Ни одно сооружение ничего не стоит, если нет людей, которые их хотят оборонить. Ну, в Бахмуте особо сооружений нет, но там есть просто город. Ну и что? Наши держат против невероятно превосходящего противника, который просто сносит дома подряд этими тулбанами, тюльпанами, пионами и прочими этими. Слышимся гиацинтами и стоят же, стоят. Ну вот у меня друг Камбат там в Бахмуте, он говорит, ну я говорю, как выглядит оборона? Ну как, говорит, с утречка попили чай, прилетает пион, складывает 9-9 этажку, в которой мы держали оборону. От хата шли, следующую 9 этажку, опять прилетает пион, сложили, отошли. Ну вот так вот, как бы война. Такая под завалами остались люди, стреляют, не хочу. Как бы, да. Поэтому ну стоят, даже смотрите, стоят, контратакуют наши, снова берут районы, дома, рубежи, держат коридор, там на юге и на вот коридор, который заходит к Бахмуту, на юге и на севере мы постоянно контратакуем, и там люди проявляют подразделения нашей чудеса, героизма и мастерства боевого. Ну вот и все. А напоминаю, что Бахмут и штурмуют со 2 августа. Скоро 9 месяцев уже. 2 мая было 9 месяцев. За вчера. Позапозавчера. Поэтому районный центр. Все не крепости обороняют град. Не стенами град целенной, а людьми. А я посмотрю, как эти храбрые люди будут обороняться посреди ровной запорожной степи, когда на них пойдет пойдет наши парни, девчата. Я с большим интересом посмотрю. Мой прогноз сдержан активистически, скажем. И в пользу наших сил, и не сдержан пессимистически в пользу их. Я, кстати, вспомнила наш с вами прошлый разговор. Кстати, его очень активно репостили. Я обратила внимание, люди, которые, мне казалось, даже не могут репостить, и писали, что вот совершенно неожиданно, Алексей Ристоич, с неожиданной стороны. Вы сказали тогда очень хорошую фразу о том, что чей-то подвиг это чья-то ошибка. Вот я очень хорошо это помню, и поэтому накануне наступления хотелось бы еще поговорить о некоторых вещах, которые вас лично беспокоят. С точки зрения, может быть, чего мы можем сейчас не прогнозировать в российских действиях, в российских резервах, в российской тактике, стратегии обороны. Чисто военная специфика. Давайте я назову, а вы скажете, она еще на грани понимания гражданскими или уже нет. Ну, скажите, да. Ну, если они будут, если они отойдут в глубину ударной группировки, они их там, которые контрнаступают, то наше наступление по заминированной территории, которое будет замедленным, там все заминировано, или, по крайней мере, они планируют заминировать, и дает им возможность, что оценки обстановки верные, нанесение контрударов в слабые места, в том числе, если сильно грамотно с перерезанием линии снабжения, потому что наступающие всегда вытягивают линию снабжения. И это представляет собой серьезную опасность. Но у нас же тоже не дети, у нас же все это все понимают, как бы там резервы, второй шалон, войска охраны тыла и всякое такое, там свои мобильные резервы, разные варианты, все остальное. Вот дальше победит, только тот лучше, лучше подготовился, лучше управляется. Но надо помнить, что если уже совсем брать военную классику, то мы контрнаступаем или наступаем из внутренних операционных линий, а они обороняют внешне. Знаете, что это значит? А вы расскажите. Фронт всегда полуокруглый, все такое, он редко бывает прямой, как стена. И получается, что по закону геометрии окружности, те, кто у них больше получается, длиннее линии снабжения, и больше надо войс, чтобы держать, тем, кто из внутренних операционных. Начертание фронта вот так, вот запад-юг Украины, вернее, восток-юг Украины, невыгоден, потому что он выгоден более нам. И мы, он выгоден, если бы они наступали, и очень невыгоден для обороны, нам выгоднее. Поэтому и здесь гонка за длинной коммуникации, их охраной пока в нашу пользу, пока, теоретически. Далее посмотрим, ну и потом в Запорожской степи обрагаться. А наступать? А наступать выгодно. Помните, за сколько мы потеряли за юг? За двое суток, за трое. А почему, кстати? Ведь когда наступаешь, ведь тоже можно, где спрятаться? Там очень сложно, очень сложно обороняться. Если Херсонская область правобережья брать, то там была сильной стороной для обороны были вот эти естественные противотанки, естественные, они искусственные, но естественные, в смысле они гражданские, стали военными, автоматические растительные каналы, которые, каждый из них противотанковые ров. И они там чуть ли не каждые 2-3 километра, и, ну блин, там не разгонишься. В наступлении нужна же скорость, темпы, чтобы обороняющие не успели собраться до кучи. Чем быстрее идешь, когда была вислоутерская операция, Жуков вызвал себя командира мотоциклетной части и сказал, ребятки, мне нужен темп на стоп-продвижение в аж 100 километров в сутки. Можете вообще не стрелять в противника. Важно, чтобы вы были и вы в тылу, там видели, наступала паника, дезорганизация тыла и так далее. Кто 2 дня выдерживает 100 километров, даю героя Советского Союза вперед. И, более того, комные части в 45-м году, когда уже там реактивная авиация, управляемое оружие применялось и так далее, очень хорошо действовали. Они уходили, их нельзя было обнаружить никаким видом разведки, уходили в тыл, вырезали все эти разъезды, пересекали коммуникации и тяжелые механизированные подразделения, которые немцы уже оставались, оставались без топлива, без снаряда, всыпались и так далее. Поэтому от наступающего важно только одно темп, 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 темп любой ценой. А какой же темп, когда каналы каждые 3 километра? Ну, ты никакого темпа. Поэтому перед каналом встали, сосредоточились, полистичный способ преодолеть и в это время тебя кроет российская авиация и артиллерия. Поэтому там были большие потеряныши, сложно. А в Запорожской области как на грех очень мало таких каналов. Нет, они есть, но с куда меньшей частотой, чем в Херсонской. И это дает простор наступающим. Широка страна, моя родная, много в ней путей подходов, обходов, охватов и так далее. И вот это все будет использовано по полной. Я думаю, у нас всех, особенно российское командование ждет множество разных самых замечательных сюрпризов. Всем понравится. Я вот прям чувствую, что будет ярко. Но тем не менее, надо помнить, что это наступление, это кровавая драка. Как бы и посмотрим. Надо держать пальцы скрещенными, потому что и управляться уверенно, в том числе управлять своим психическим состоянием, потому что новости будут разные. Где-то мы будем, где-то нас будут, где-то возможно частный неуспех, потери и так далее. Надо помнить, что общая ситуация в нашу пользу. Наши командиры на голову выше российских, ну и мы готовились, мы на пике формы, а они внизу формы. Потому что они все идет и потратили под бахмут. Ну, конечно, у них остались боеспособные части, да, там комплектованные и так далее, но мы же понимаем, что это уже не совсем то, что 50% группировки у них где-то это смазка для штыка. Кстати, последний вопрос, позвольте, недавно вот один из американских военачальников сказал, что мы сделали все практически для Украины, чтобы ее наступление было успешным, и мы тренировали военных. Вот интересно, то, что они готовили наших военных, это каким-то образом влияет на способ... Ну, он говорил о подготовке штабов, о том, что командные игры были проведены многократно с разными вариантами совместная Украина-НАТ. То есть, одни играли за противника, одни за нас, смотрели разные варианты действий и так далее. А штабная тренировка, оперативная подготовка штабов крайне важна, они чуть не меньше важны, чем пехотинцы, но на самом деле пока нас никто не слышал, намного важнее. Поэтому, дай бог, штабы знают, что делать, они же реально тренировались, на реальной местности, не вообще абстрактная игра, а вот, что там нас ждет. Ну, посмотрим. Опять же, видите, все говорят, что Запорожская, Запорожская, Крым-Крым. А вдруг не только Запорожская? Или вообще не Запорожская? Мы же не знаем. Уже так принято говорить, что все идут на Крым, я стал общим местом и так далее. Сурпризы могут быть всякие, самые разные. Помните, как про Херсон говорили? Да, говорили, так как специально же говорили. Ну, то такое. Так вот, посмотрим. Должно быть интересно. Алексей, спасибо огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Алексей Арестович был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. Конечно, признательно вам, наши спонсоры на платформе Патрио. Оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!